последняя серия, так сказать заканчиваем натюрморт тут и исправлять нужно кое-какие ошибочки и просто дописывать то, что мы еще не дописали у нас сейчас кривой бидон совершенно кривой, поэтому смотрите мы даже кое-где карандашиком вернули ему эллипсы и рекомендуем вам делать так же если вдруг в процессе живописи у вас форма поехала, поплыла можно даже прям аккуратнее, если это гуашь, если это не акварель поправить карандашиком, форму вернуть ну и дальше собственно говоря писать наша задача сейчас добить этот бидон дописать его верхнюю часть, потому что она совсем не готовая, ну и потом положим падающие тени, кое-где мазнем еще покажем обязательно толщину этих эллипсов внутренней части лучше пропишем ну и будем потихонечку заканчивать а также, кстати говоря, у этого шарика который то ли персик, то ли абрикос, не пойми что потому что там изначально было не пойми что там нужно будет такую пук пупочку поставить и в общем все будет готово ну в общем будем надеяться, что вот этот последний этап, он будет самым показательным и в общем довольно полезным для тех, кто нас смотрит ну вот это получилось такое пятно, да, и чтобы это не было пятном нужно просто попасть в общий тон то есть вот есть тень и теперь мы должны плавно ее сюда вписать, вот и все и не делать ее одинаково широко везде, то есть она все равно меняется хоть это и тень, она однородная, да, более-менее но все равно у нее есть места более темные то есть грубо говоря, вот это место самое темное дальше плавно-плавно мы высветляем причем здесь сложная задача мы высветляем от очень холодного, да, и довольно темного мы высветляем к теплому очень теплому и очень светлому поэтому это действительно сложно, ничего нужно сейчас плавно вот в этом месте уже постепенно-постепенно добирать в теплое Откуда влез зеленый к нам? Значит, где-то был на кисти, да? Или в банке оставалось. Ребята, если у вас остается в банке не просто чистый цвет, а, ну, такой немножко перепачка, но уже весь... Нужно перемешать. Да, нужно просто перемешать. Возьмите кисть или там какой-нибудь гвоздь. Вот видите, что у нас тут творится? Да. Ничего страшного, надо просто перемешать. Прям буль-буль-буль-буль, и все. Какие у нас там на Тюрмурте? У кого-то тут цветошки стоят, смотрите. Видите, такой весенний натюрморт. Дачный как будто, смотрите, да? Дачный такой натюрморт. Мне нравится. Смотрите, какая ошибочка. Видите, пишем, 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 и не доводя до эллипса цвет бросаем, и что-то там стреляют все время червячки вот эти. Вот так делать не надо. Уже вписывайте цвет и доводите его до эллипса. Пусть будет жесткий переход от вертикали к горизонтали. Лучше потом, если будет надо, мягче, мягче можно списать, да? Но пока что раз довели до эллипса, остановили. Показали одну форму. Соответственно, горизонталь у вас уже другая пошла форма. Ну и третья. Если нужно, особенно на свету, где-то можно будет списать. А в тени-то и списывать не нужно. Чаще всего в тени формы читаются довольно контрастно. Темная, светлая. Так что вот так вот. Вот там, где нужно ребром кисти пописать, там как раз этим можно воспользоваться. Вот видите? Остренько. Раз, но не давить. Только на кисть сильно. Вы же ребром пишете, поэтому сильно на кисть нельзя давить. Потому что если начинаете давить на кисть, то ребром превращается в такую всплютную ерунду. Так что нужно пользоваться, как мы уже говорили в предыдущем видео, если вы смотрели, посмотрите. Пользоваться самой кистью. Уметь ей пользоваться. Где-то ребром пописать, вот. А где-то плашмя, да? Там, где нужно. Только сейчас у нас больно желтый получается. На самом деле, там он не такой желтый, там больше чуть-чуть оранжевато-охристый, он плюс белило. Так что это нужно поправить. Вырисовывается работка, совсем немного осталось. И тут главное понимать точно, как можно закончить работу. Потому что работу нужно уметь правильно начать и уметь правильно закончить, не переборщить. Ну, понятно, что у нас остались какие-то белые пятна, мы их уберем. Но самая главная задача наша сейчас – это, собственно говоря, бидон добить. Бидон почти-почти добит, но у него все еще очень резкие переходы. И здесь у него есть где-то больно резкий переход. И тут, и тут. Вот сейчас мы всем этим займемся и, собственно говоря, его окончательно добьем. У Кокоши, можно. Появилась у нас горизонтальная часть. Смотрите, какая яркая, сочная. Вот, собственно говоря, такая она и должна быть. То есть свет на нее очень ярко попадает, поэтому она практически белая. И бидон-то такой он желтоватый, охристый белый. И, конечно, теперь нужно в поддержку этого дела показать и здесь. И здесь таким же. То есть сейчас пока у нас условно набрано тень и свет. Но вот теперь можно будет подробно это дело все и доразобрать. Это мы так старательно списываем холодное с теплым. Видите, у нас получилось и здесь есть свет, и тут есть свет, и наверху уже ничего. Но вот все еще резкая линия тут. Поэтому вот здесь все еще нужно хотя бы вот это место чуть-чуть помягче списать. Здесь можно и резко бросить тень, потому что она довольно жестко там смотрится. А в этом месте чуть-чуть плавнее. Либо теплые вписать в холодные, либо холодные в теплые, либо полусухой кистью, если они еще более-менее сырые списать. Это неважно. Главное их объединить. Если краска засохла, то, конечно, можно намочить сухую кисть. Чуть-чуть ее, чистую в смысле кисть, намочить и чуть-чуть водичкой размыть. Вот это уже пошло хорошо. Пришло время падающих теней, которые у нас отсутствуют, да? Помним, падающие тени довольно прозрачные, то есть они всегда будут чуть светлее, чем собственные тени. И они, собственно говоря, повторяют форму стола, поэтому пишем их горизонтально. Падающая тень никогда не может выйти, очень редко она выходит из угла. В основном она никогда не выходит из угла, она выходит по ходу движения. То есть вот идет эллипс, запоминайте, и тени выходят по ходу эллипса. Вот пошел эллипс, загибается, и раз, она и вышла, вышла, постепенно пошла туда и ушла. То же самое здесь, но от шарика падающая тень выходит не по его форме, она выходит вот таким вот кругляшком, потому что она повторяет форму шара, да? Вышла и пошла сюда так же, как шарик. Пробуем. Тень пошла падающая, так, ну вот ее форма, в общем, правильная. Где она сзади выходит, не знаю, видно нет с экрана, но вот здесь она, да, у нас. Она там сзади будет растворяться и уходить в общую тень уже. И довольно жестко мы можем показать падающую тень около предмета, а дальше постепенно она будет высветляться и становиться более прозрачной. То же самое здесь, внизу. Здесь она может быть пожестче, а к краям ее нужно будет постепенно потом высветить. Смотрите, какая штука интересная, смотрите и запоминайте. Вот этот угол, видите, у нас более-менее так вот вписано в пространство, и все ничего. А здесь за счет темной тени и светлого бидона, то есть за счет контраста, уж больно этот угол торчит. Это нехорошо. Как от этого избавиться, чтобы он не торчал и не казался таким вот вырезанным, наклеенным? Нужно взять, собственно говоря, цвет тени падающей, да, и, ну, в массе это называлось баллисировка, а в гуаше чуть-чуть просто жизненьким, такой полусухой кистью, вот этот уголок перекрыть. Прям взять и прям кистью смело так вот одно с другим объединить. Тень и сам предмет. И уголок туда завернется сразу и уйдет в пространство, и не будет торчать. Не давим на кисть, аккуратненько, сильно на кисть не нужно давить, повыше, повыше. Вот желтенький тоже он торчит, и вот этот рефлекс, он в этом месте не должен так сильно торчать. И мы его таким образом глушим, и он вгоняется в среду этот предмет. Видите, уже намного лучше. Что такое мучение, как с ними бороться, да? Вообще хорошо, когда у человека есть что-то, кроме школы, правда? Вот художественная школа, например, музыкальная школа, танцует кто-то. Понятно, что бедные, английский у кого-то. Ну, понятно, что бедные дети устают, но зато, товарищи, зато разнообразие и какое-то дело всегда есть у человека. Ай, молодец, и тенюшечка неплохая получается. Ну, и третья тенюшечка пошла. Вот она, смотрите, такая темненькая-темненькая от темного предмета. Но самое темное место в тенит у нас, конечно, под шариком. Вот здесь, видите, да? Она неплохо получилась. Давайте вот это добиваем сейчас и будем постепенно заканчивать. У нас уже языки заплетаются под конец дня. Мы уже наболтались, нарисовались уже все на работах, в школах, на съемках. У меня сегодня везде есть съемки. Это последняя. Сейчас мы ее закончим, поедем домой. Есть пельмени. Ну, смотрите, какая тенюшечка. Ну, просто прекрасная, да? В общем, тени вполне себе хорошие. Все получилось неплохо. Вот здесь немножечко жестковато. Чуть-чуть можно водичкой чуть подправить. И здесь, в общем-то, остается, по большому счету, добить что? Купочку поставить на персике, как мы хотели, для детализации. Ну, и, конечно, вот эти вот штуки надо закончить. Сейчас добьем, и, в общем, работа будет готова. Вот у нас появилась глубина. Видите, она всегда ложится по диагонали при такой постановке света. У нас свет справа, поэтому правая часть этой вазочки уходит в тень. Свет проходит как бы мимо нее, да? И вот это уже более освещенное, а это менее освещенное. То же самое сейчас у нас будет вот здесь. Вот мы тут себе наметили. Вот это будет более темное. Но она не слишком темная, потому что предмет светлый, да? Поэтому здесь мы чуть-чуть затемним. Здесь почти оставим, но останется только фон добить. Кстати, не хватает еще вот таких вот толщины. Не хватает толщины у эллипса этого. Чуть-чуть надо будет светом мазнуть, но это уже в самом конце. Вот видите, у нас появилась толщина. Толщина у нас появилась, да, вот здесь. Но больно жестко мы ее бросили, поэтому плавника надо вписать сюда, плавника вписать сюда. И, в общем, толщина готова у предмета. Ну, последний штрих. Не подведи меня, ученик. Ну, только ты не последний. Ну, почти последний. Да, здесь, конечно, терпения нужно много. И ученику, и педагогу, и работе в том числе, да? И камеры. Да. Это тоник? Ну, это тоник. Это неплохо, это неплохо. Так, где еще там самое светлое место? Правильно, вот оно. Правильно все увидела. Ну, вот, смотрите. Ну, чуть затолстила, чуть-чуть ничего. Давайте форму доберем. Так, ну что, финальный штрих? Штрих? А, хорошо получилось. Вот там она такая и есть. Ну, все. Поздравляю. Больше мы работать с этой историей не будем. Мы, в общем, все, что хотели, сделали. Убираем сейчас всякие эти лишние детали, да, с работы. И все, и заканчиваем. Да. Готовенько. В общем, на самом деле, довольно сложная живопись. Даже по цвету получилось. Хотя у нас она по счету какая-то там, я уже теперь не помню, третья, может быть, или четвертая. И для такого этапа это, в общем, ровно то, что нужно. Дальше, конечно, надо усложнять. И в цвете усложнять, и по форме усложнять, и вообще по задачам усложнять. Но вот этот этап, он завершен. И если это ваша, скажем, третья, четвертая работа, то это ровно то, что вам нужно. Так что вот, спасибо вам, спасибо нам. Пока-пока. Увидимся, так сказать, в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok